На всю оставшуюся жизнь Но если бы все начать сначала, я повторил бы эту жизнь Со сцены Центрального дома литераторов звучат стихи как мэтров отечественной поэзии, так и начинающих молодых поэтов А знаменитостей взяли рябит в глазах Здесь не только писатели и поэты, но и политики Самому непримиримому борцу за идеалы русской культуры Владимиру Бондаренко исполнилось 70 лет А вот и Бондаренко, и он участок в этом строительстве России Это не шутка, так смотришь, вот Бондаренко, вот Россия, вот огромный мир А на самом деле все оказывается имеет прямые связи Важна такая вещь, как, ну можно назвать ее преодоление сектанства Преодоление, в том числе и к несчастью, и патриотического сектанства Это было, скажем, в книге «Дети 37-го года», где Бондаренко с легкостью, с щедростью, с истинно русской щедростью Совместил в этой книге и Беллу Ахмадулину, и Александра Ильича Параханова, и Шпаликова И вот всех персонажей весьма разнородных, ни в чем не совместимых И для всех нашел какие-то слова, какие-то обоснования, потому что они все дети русского языка, русской речи Иногда за эту широту бондаренковскую ему достается от собратьев по ремеслу и по нашему патриотическому лагерю Всю свою жизнь Владимир Бондаренко посвятил литературе В юности он сам сочинял стихи и писал рассказы, но потом понял его призвание – литературная критика Бондаренко удалось раскрыть как писателей многих современных авторов Среди них Прилепин, Шаргунов, Елизарова, Емелин Я собираю русскую литературу, всегда, и старую, и новую, и молодыхи И, кстати, на этот вечер я осознанно ведущими позвал моих друзей, крепких писателей нового поколения Захара Прилепина и Сергея Шаргунова Есть и в зале, тут молодые ребята, там и Емелин, и Сенчин А при этом рядом наши великие ветераны Станислав Куняев, Александр Проханов, Владимир Личутин Наши классики живые Все вместе, нельзя разрываться Можно иногда там ссориться, шуметь по каким-то поводам Но развивать русское поле, русскую литературу никому не удастся Особую роль в жизни Бондаренко сыграла газета «День литературы» После развала Союза «День литературы» превратился в настоящий оплот всех русских патриотов Открыто выступающих против преступного режима Ельцина Именно в этой газете впервые опубликовали рассказ Захара Прилепина На творческом вечере юбиляра о тех памятных днях вспоминали соратники и друзья Бондаренко Те, которые были с ним в трудную минуту и на которых он всегда мог рассчитывать А помнишь ли ты, как в проклятой 91-й, когда закрыли газету «Завтра» Мы первые, мы были первые в стране Писатели, художники, литераторы Мы вышли пикетировать это чертово министерство информации И сделал тогда чудовищный полторанин И мы стояли там перед входом У нас как у партизан были на веревках навешаны эти наши требования, наши проклятия И в конце концов они сдались, открыли нам дорогу И мы стали выпускать нашу газету «День» Слово первично Без качественной литературы невозможно построить здоровое общество Это все равно, что строить дом без фундамента Очень важно до читателей донести глубину русской культуры и духовности Чтобы, опираясь на эти вековые ценности, воспитать достойное общество, достойной страны Это понимают и политики Я благодарю Бондаренко, что он в неповерных трудах и усилиях отстаивал эту идею Действительно травили, гоняли, преследовали, критиковали, ругали Но когда мы вместе с Прохановым готовили слово к народу Он потом поднял это знамя высоко Прежде всего на литературном полплике Благодарю всех наших прекрасных писателей Юбилеи которых не раз отмечались на этой сцене Они сказали не только свое слово, но воспитали новую плеяду Появились Сергея Шаргунова, Захары Прилепины Появилась плеяда молодых талантливых ребят Которые продолжают это великое дело И, Володя, дело твое в этом отношении действительно медленно Оно будет обязательно продовольным Как шутит сам Владимир Бонтаренко, первые 70 лет прошли плодотворно Следующие 70 лет надо прожить, не сбавляя темпа Иван Жушман, Алексей Шеляков и Николай Прокопенко КПРФ ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова